Всем привет! С вами тестовая лаборатория Олди и я Иван Королёв. Сегодня мы расскажем вам о достойном продолжателе линейки ультрабуков-трансформеров от компании Lenovo – IdeaPad Yoga 2 Pro. Его основные отличия от предшественника – это процессор Intel Haswell, экран с нереальным разрешением 3200х1800 пикселей и уменьшенный габарит и вес. Но не будем забегать вперед. Начнем по традиции с комплекта поставки. Он вполне стандартен. Сам ультрабук, блок питания, набор инструкций и гарантийный талон. Как и прежде, доступны два варианта расцветки корпуса – нейтрально-серебристый и ярко-оранжевый. На дворе весна и у нас на тесте ультрабук позитивной расцветки со слегка шершавой, приятной на ощупь внешней поверхности корпуса. На первый взгляд, Lenovo IdeaPad Yoga 2 Pro внешне не сильно отличается от своего предшественника. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях, и внимательный осмотр дает понять, что различия все же есть. Так, например, элементы интерфейса – разъемы и кнопки – изменили свое местоположение. На левом торце мы видим разъем для подключения блока питания, порт USB 3.0, порт micro HDMI, который пришел на замену полноформатному разъему в связи с общим утончением корпуса устройства, а также видим карт-ридер. Передний торец в целях того же утончения избавили от каких-либо интерфейсных элементов. Поэтому кнопка восстановления системы дозаводских настроек, кнопка включения-выключения и светодиодный индикатор переехали на правый торец. Тут же расположена кнопка блокировки автопереворота экрана, качелька регулировки громкости, разъем 3.5 мм для подключения проводной стереогарнитуры и порт USB 2.0. От него, кстати, можно заряжать устройство, даже когда сам ультрабук выключен. Задний торец остался внешне неизменным. Здесь мы видим лишь прорези системы охлаждения. Раскроем ультрабук. Первое, что бросается в глаза – кнопка Windows превратилась из механической в сенсорную. Над ней расположен маркий глянцевый мультитач-экран с диагональю 13,3 дюйма, IPS-матрицей и рекордным для ультрабуков разрешением 3200 на 1800 пикселей. Плотность пикселей – 276 на дюйм. Над экраном расположены HD-веб-камера и датчик освещенности. Конструкция петель позволяет раскрывать устройство на 360 градусов, за пару секунд превращая ультрабук в планшет. В планшетном состоянии, как и в промежуточных вариациях – консоль и презентация – тачпад и клавиатура устройства блокируются. Это предотвращает нежелательные нажатия, и управлять устройством можно с помощью десятиточечного сенсорного экрана. Поверхность, на которой расположены клавиатура и тачпад, выполнена из прорезиненного материала, чтобы устройство не скользило в планшетном, консольном или презентационном состоянии. Сам клавиатурный блок утоплен в корпус устройства. Клавиши приобрели светлую окантовку, и включаем ее подсветку. Правда, интенсивность ее регулировать не получится. Тачпад с софт-тач поверхностью достаточно большой, но маркий. Второй йога-трансформер заметно скинул миллиметры по всем параметрам. Это заметно визуально. И похудел на 150 грамм по сравнению с предшественником. Теперь он весит 1 килограмм 390 грамм. Технические характеристики. Процессор – двухъядерный Intel Core i5-4200U с тактовой частотой 1,6 ГГц и возможностью ее увеличения до 2,6 ГГц благодаря технологии Turbo Boost. Есть модели с процессорами Intel Core i3 и Intel Core i7. Оперативная память 8 гигабайт стандарта DDR3 с тактовой частотой 1600 МГц. Возможность увеличения ее объема не предусмотрена. Накопитель твердотельный, объемом 256 ГБ. Также на рынке присутствуют модели с накопителями объемом 128 и 512 ГБ. Видеокарта. Интегрированная Intel HD Graphics 4400. Беспроводные интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Аккумулятор 4-ячейчный, литий-полимерный, мощностью 54 Вт-час. Операционная система 64-разрядная Windows 8 Single Language. Экран ультрабука, традиционно для IPS-матрицы, имеет хорошие углы обзора и яркий с сочными цветами. Картинка детализирована за счет огромного разрешения настолько, что просмотр фотографий еды на нем может вызвать неконтролируемое слюноотделение. Давайте перейдем к тестированию и сравним Lenovo IdeaPad Yoga 2 Pro с его предшественником в плане производительности. Синтетический тест производительности системы SignBench R115. Однопоточный процессорный тест SuperP32M. Тест, максимально приближенный к реальным задачам, встроенный в архиватор WinRAR501. Графический тест 3DMark2006. Графический тест 3DMark2011 в режиме Performance. Синтетический тест AIDA64 и его результаты для обоих ультрабуков в сводной таблице. И, наконец, тест времени автономной работы. Для этого мы выключаем все беспроводные интерфейсы, ставим среднюю яркость экрана и запускаем фильм. В таком режиме устройство проработало чуть менее 6 часов. Что ж, подведем итоги. IdeaPad Yoga 2 Pro это скорее эволюция, а не революция. Логичное развитие линейки ультрабуков-трансформеров от компании Lenovo. Современный процессор, экран с увеличенным разрешением, уменьшенные габариты и вес, высокая производительность. Все это делает девайс достойным преемником оригинального IdeaPad Yoga. До свидания.